Совершенно секретно. Личное дело Вальтера Шелленберга, начальника внешней разведки службы безопасности СД 6-го отдела РСХ Брендгаденфюрера СС, члена НСДАП с 1933 года. Родился в 1910 году в Саббербрюкене. В 1933 году окончил юридический факультет Боннского университета и один из преподавателей уговорил его вступить в НСДАП и СС. В 1938 году по поручению Генриха Шелленберга разработал проект реформирования полицейского аппарата Рейха. Одно проект был откликнен Гиммлером, опасавшимся конфликта по этому вопросу с Гессом. Вторая мировая война. В сентябре 1939 года в ходе польской кампании Шелленберг служил офицером для поручения при Рейскфюрере СС. С 1 ноября 1939 года по 1 июля 1941 года возглавил отдел Е-контрразведка в 4-м управлении РСХ Гестапо. Его непосредственным начальником был Мюллер, с которым у Шелленберга отношения не сложились. Осенью 1939 года Шелленберг провел операцию, получившую впоследствии название «Инцидент Венбла» по вскрытию методов работы секретных служб в Великобритании. 2 июля 1941 года Шелленберг был переведен в 6-е управление РСХ внешняя разведка и занял пост заместителя начальника управления, фактически возглавил работу управления. 24 февраля 1943 года утвержден в должности начальника 6-го управления. Получив добро от Гиммлера, Шелленберг начал через посредников налаживать контакт с американской стороной, а также разрабатывать способы устранения Риббентропа. В ноябре 1942 года удалось установить контакт с руководителем американских секретных служб в Европе Аленом Даллесом. После войны 3 мая 1945 года Шелленберг прибыл в Копенгабинген для ведения переговоров о мире при посредничестве графа Фолька Бернадотта. 6 мая вылетел в Стокгольм, имея официальные помощи для заключения перемирия в Скандинавии. Однако английское командование отклонило посредничество шведского Красного Креста, и последняя миссия Шелленберга провалилась. После капитуляции Германии Шелленберг некоторое время жил на Вилле Бернадотта в Швеции. Однако уже в июне 1945 года союзное командование добилось его выдачи как военного преступника. В качестве обвиняемого привлечен к суду Международного военного трибунала в Нюрнберге по делу Вильгельмстрассе. В ходе субдебного разбирательства с него были сняты все обвинения, кроме членства в преступных организациях. 11 апреля 1949 года приговорен к 6 годам тюремного заключения. В декабре 1950 года по состоянию здоровья срочно освобожден. Жил в Швеции, а затем был вынужден переехать в Италию. К концу жизни тяжело болел. Умер в возрасте 42 лет в Турине, в Руйнике, Форнака, где готовился к операции на печень. Личные качества. После окончания войны Шелленберг допрашивался группой британских охотников на шпионов, которые дали ему следующую характеристику. По общей оценке подлый человек, без понятий о верности и правилах приличий. Доверять ему нельзя ни в коем случае. Виртуозный актер умеет использовать свое обаяние. И когда пускает его в ход, то создается совершенно правдоподобная иллюзия. Будто говоришь с приятным, безобидным и довольно оригинальным молодым человеком. Он глубоко заглядывает в глаза собеседнику, словно пытаясь убедить его. «Посмотри, я говорю с тобой, искренне, от всего сердца». На самом же деле Шелленберг – хладнокровный, всегда расчетливый реалист. Ничего не оставляет на волю случая. Находясь в невыгодной ситуации, умеет создать нужное ему впечатление. Шелленберг знает, чего хочет и как достичь. Если надо, пойдет по трупам. Для него ни слова дружба и верность не имеют значения. Не ждет он этого и от других. При всех своих разнообразных талантах и наглой самоверности Шелленберг страдает комплексом неполноценности в тяжелой форме. Субтитры создавал DimaTorzok